Национальная платформа «Женщины за мир» объединяет женщин по всей Украине. В этот раз главная тема регионального форума – принятие бюджета 2018 года. Активистки национальной платформы разработали и зарегистрировали в парламенте альтернативный проект бюджета. Я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову, Юридической Академии, за то, что мы являемся партнерами, друзьями, и за то, что мужчины сегодня в Одессе умеют поддерживать и защищать женщин. Каждому человеку хочется видеть свет в конце туннеля. Хочется увидеть, что в 2018 году мы начнем возвращать страну к миру, к экономическому процветанию, хотя бы стабильности. Но, к сожалению, когда мы увидели правительственный проект бюджета на 2018 год, мы увидели, что это проект войны, бедности и дальнейшего упадка страны. Еще один из главнейших вопросов, обсуждаемых на форуме «Женщины за мир» – проведение пенсионной реформы. Президент Одесской юрокадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов категорически не поддерживает предложенную правительством реформу. Надо начинать реформу пенсионную с повышением пенсии и уравнять пенсию минимальную с минимальной заработной платой. Вот это самое главное. А мы вроде бы заработную плату поднимаем, а пенсия остается на том уровне. А как прожить на те мизерные гроши, которые сегодня представляет нам правительство. Это беда в целом для нашего общества. Я встречаюсь, многие открываем курсы бесплатные компьютерные. Мы открываем, особенно принимаем в юридической клинике. И там мы видим, что приходят люди абсолютно незащищенные, люди, которых попирается права. Другой гражданин, даже работающий, еще может как-то нанять адвокатов, если это касается личной его семьи. А пенсионер, он беззащитный. И ему еще оставляют пенсию социальную 950 гривен. Или мы говорим о пенсионной реформе. Вот сегодня тоже обсуждается. Бесплатная медицинская помощь. 210 гривен или 217 гривен в год на одного гражданина. Ну вдумайтесь, чуть больше 60 копеек бесплатной помощи и лекарствам. Чистый абсурд. Вообще нельзя было. Также в круг незащищенных и малоимущих граждан сегодня попали вынужденные переселенцы. Многие из них обрели второй дом именно в Одессе. Спасибо большое, что Сергей Васильевич поддерживает постоянно и юридически, и морально, и материально тех людей, которые вынуждены были приехать в Одессу. И благодарны очень одесситам, потому что мы все понимаем, сложно, тяжело, непростое сегодня время, но они нашли здесь приют и нашли понимание. Поэтому у нас подготовлено более пяти законопроектов. У нас подготовлена комплексная программа по защите переселенцев и защите мирных людей, пострадавших от войны. В принципе, все эти документы прошли профильные парламентские комитеты. Но сегодня большинство в парламенте возглавляет с господином Порубьем просто блокирует рассмотрение этих вопросов и просто делает вид, что этой проблемы у нас в стране нет. На форуме единогласно было поддержано предложение главы фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светланы Асауленко по созданию на базе Одесской юрокадемии школы женского лидерства. Наша задача образовывать сегодня женщин, давать платформу, давать площадку, давать возможности, давать навыки и знания для того, чтобы женщина не боялась идти в политику. Если женщина участвует активно в государственной, общественной и политической жизни, это всегда более социально ориентированное государство, более справедливое, более правовое и так далее. Это то, что не хватает на сегодняшний день Украины. В Украине само название «Женщины за мир» вселяет оптимизм. Женщины Южного региона также активно обсуждали проведение реформы образования, в частности высшего юридического образования. Нашумевший законопроект номер 7147 о юридическом образовании и доступе к юридической профессии, разработанный группой авторов во главе с Оксаной Сыроид, вызвал негативную реакцию всего юридического сообщества. Ранее в Комитете Верховной Рады, а также по инициативе Ассоциации юристов Украины, проходило обсуждение данного проекта закона. Сергею Васильевичу Мкивалову во главе с другими депутатами был подан альтернативный законопроект о юридическом образовании и допуске к юридической профессии, который получил большую поддержку среди юридической общественности, среди представителей высших учебных заведений, профильных, а также среди адвокатов и судей, поскольку он действительно содержит, с одной стороны, нововведения, которые должны будут повысить качество подготовки будущих юристов, и, с другой стороны, данный законопроект лишен искусственных барьеров, направленных на ограничение количества высокопрофессиональных практикующих юристов и допуска к юридической профессии, но при этом учитывает современные международные и европейские тенденции при подготовке юристов. Сегодня этот форум проходит именно в стенах юридического образовательного центра нашего государства, национального университета Одесской юридической академии, потому что очень часто непосредственно именно нашим профессорско-преподавательским составом принимается участие в разработке различных законопроектов, направленных на то, чтобы наше государство все-таки было правовым, демократичным, и все принципы, которые записаны в нашей конституции, они были поддержаны, они работали, и они имели смысл в дальнейшем развиваться. Наталья Апара, Александр Вейтсман, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».